Ну что ж, продолжаю я свою серию роликов, которая как бы ну состоит из трёх видеороликов, это как бы второй ролик, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте дизлайки и делайте все прочие вещи на Black Rush, как бы потому что вы можете всё это делать. Сегодня мы с вами обсудим вот эту вот всю картинку, которую мы обсуждали в прошлый раз, только до этого я обсуждал мальчика, а сейчас мы будем обсуждать машину, то есть в этом видеоролике я обсужу левую машину, а в следующем видеоролике я обсужу правую машину и как бы ну всё будет так знаете хорошо, круто и замечательно. Я как бы ну люблю обозревать машины, это вот моё самое любимое вообще действие во всём этом Black Rush, во всех вот этих вот прочих вещах и тут знаете, что самое главное, в чём больше всего повезло, потому что не какой-то там пререндер или какие-то вот эти вот все прочие вещи, на которых машина может выглядеть круто, классно и так далее. Нет, то есть тут прям знаете, вот хорошо сделали, видно вот все преимущества и достоинства машины, которые только у неё могут быть, как мы можем видеть, то есть все колёса есть, хотя видим мы машину только с одной стороны и как бы ну там возможно с другой стороны колёс нет, хотя тогда она бы наверное не смогла стоять так, как она сейчас стоит, ну колёса типа вот такие вот есть. Также мы можем увидеть, что вот начали появляться машины, на которых типа два основных цвета может быть, это вот это вот как-то я не знаю розово-бордовый или какой-то такой вот ещё и голубой, типа ну неплохо, прикольно, классно и так далее. Ну вообще замечательно, и это спорткар какой-то, я не думаю, что на Блэк Раше, на который типа тебя могут посадить за нон-РП вождение, вот эти вот все спорткары, они будут пользоваться каким-то успехом, спросом и так далее. Я как-то на мопеде там чё-то срезал какой-то поворот и меня посадили в Демарган, я вообще не Демарган, как там вся эта тюрьма называется, я просто блять охуел, я сижу думаю, чуваки вы чё серьёзно? Я блять в игру зашёл поиграть, какие блять правила дорожного движения, уберите нахуй все эти светофоры, уберите нахуй все эти блять какие-то РП правила, кому они нахуй въебались, всё блять убери, я не хочу всё это видеть, уберите это всё нахуй. И я не знаю, почему-то когда я всё это сказал на своём ютуб канале, в каком-то там из отдельных видеороликов, да меня многие доебались, сказали мол да ты нет, да ты чё тогда, все не будут соблюдать правила дорожного движения. И так всем похуй на них, вот я вам так могу сказать, и так всем абсолютно точно поебать. На Аризоне РП нет правил, и более-менее там как-то водят все вот эти вот машины на Блэк Раш, и есть правила, и блять и тебя штрафуют, тебя ебут по всем вот этим вот правилам, да ещё и ездить никто кататься нормально не умеет. В чём вообще вопрос, в чём вообще вся вот эта вот проблема-то, я не понимаю, то есть это же какой-то ужас, когда ты вот смотришь на всё это, когда ты просто блять едешь, или когда ты там срезаешь какой-то поворот, или когда ты делаешь какие-то вот эти вот все прочие вещи, и тебя ссадят в демарган блять там на несколько минут. За то, что ты там на НРП как-то водил всю эту машину, ну это пиздец, чё, это какой-то блять, это полный идиотизм. Я считаю, что такое хуйни на проектах вообще в GTA-крмп, в GTA-сампе, там в МТА, да где угодно, в общем-то, всех вот этих вот проблем, всех вот этих вот каких-то ограничений по вождению их быть не может. Потому что машина на вот этих вот всех проектах, серверах и так далее, это самое главное, что может быть. И когда вот твои возможности по вождению так ограничивают, я считаю, что ну это просто отнимание какого-то функционала сервера, когда типа ты должен ехать только на зелёный свет, когда там вот это вот всё есть возможно, для кого-то это ролеплей, для кого-то это погружение. Но будем честны, кто-то блять и на гамбит ролеплей умудряется играть и говорит, что ему всё нравится, и то, что там нельзя писать какие-то слова, то есть это как твич, то есть как конторы пидорасов, то есть какая-то вот такая вот хуйня. Я не знаю почему, зачем, для чего нахуя всё это надо, я считаю, что если всё это отменить, то будет всё намного лучше, но нет. Игроки так не считают, игроки считают, что всё должно оставаться так, как оно остаётся сейчас, что всё и так отлично, что ничего чинить не надо, что всё типа хорошо и всё в целом нормально. Я считаю наоборот, я считаю, что всё это кромешный пиздец и всего этого как бы ну быть не должно абсолютно точно, вот всех вот этих вот там знаете каких-то ограничений по вождению, ограничений там каких-то вот этих вот всех прочих нахуй ограничений. Я не хочу, чтобы нечто подобное было, я не хочу, чтобы мои дети играли на серваке, где будут вот эти вот все ограничения, если у меня будут дети, разумеется, поэтому ну я думаю, что вы меня понимаете. Это был обзор на вот эту вот левую машину, если мало ли кто-то не понял, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, либо ставьте дизлайки, либо подписывайтесь от канала, и в общем-то BlackRush, ссылка на скачивание лаунчера в описании, там же в описании есть как бы мой никнейм Данила КПРФ и мой промокод хэштег ЗДС, все там есть, заходите, узнавайте, играйте, всем пока!